здравствуйте дорогие мои друзья законные требования сотрудников полиции нарушение законных требований сотрудников полиции что интересно есть такое законные требования найти и вообще вот к вам подходит полицейский что вам делать вам говорят типа пройдемте с нами гражданин что вы должны прямо либо взять лучше вообще руками не махать иначе вы может быть он воспринимет ваш жест как какую-то угрозу и начнет стрелять или избивать вас или сразу вам влепит статью за даже спросить его а кто ты такой кто ты такой где твое удостоверение где это это уже хамство там номер значка переписать на каком основании вы меня задерживаете друзья мои последнее время это стало действительно каким-то хамством это что делать к чему я это друзья говорю помните 25 что ли июня в мфц на улице к укусе кусе кусе сложная фамилия кусе не знаю кто такой гражданин кусе н может быть это какой-то революционер латышский стрелок которые тоже прославились своей жестокостью хотя нет может быть это герой не буду не буду зря говорить свою неграмотность не буду рассказывать знаю что это где-то там на севере москвы и вот это вот мфц ну так наверное если улицу назвали именем этого гражданина куисе на значит он был замечательным наверное это был не латышки стрелок а может быть герой поэтому светлая ему память если он хороший человек ну а если плохой пусть значит и отвечает за свои грехи но друзья мои и вот женщина помните вот эта женщина которая ну как бы опустила маску чтобы носом подышать потому что есть стало душно и плохо и работники этого мфц вызвали полицию и приехали два здоровенных так сказать свиноподобных не нездоровых крепких а здоровенных вот таких кабана которые без разговоров начали эту женщину крутить волохоть она даже потеряла сознание и много кадров есть возмутительных когда ее прямо волокут волокут по асфальту и бросают в эту машину потом выяснилось что как бы вроде бы у этой женщины валентина муж мужи мужи мужики на какая-то такой тоже фамилия что у нее муж пенсионер из военной прокуратуры и все сразу может быть это вброс может быть правда как бы сразу то все сочувствовали а то вдруг сказать ну так карма настигла так и надо потому что мы сразу воспринимаем знаете что работник прокуратуры уже явно что-то нечистое что-то на нем грехов выше крыши и значит если что-то мы не воспринимаем его как защитника как поборника законов учителя заметьте мы сразу воспринимаем на него ставим клеймо что он взяточник коррупционер и и садист и значит вот что его жена попала значит так ей надо нет конечно друзья мои не не так и надо естественно не важно кем работал ее муж но вот мы видим своими глазами найти верьте глазам своим мы видим что ее хватают что она даже если она сопротивляется но она как бы отмахивается не трогайте меня у меня дети у меня там ребенок в машине она кричит и во время вот этих своих она вроде как укусила кого-то из этих свина свиноподобных так сказать свинорылов гоблинов таких она кого-то укусить сумела жалко что конечно у нее не было захвата этого как у кобра ядовитых зубов может быть было бы справедливость восстанавливал тут же но и во время этого она еще кого-то как бы ногами ударила видимо когда она потеряла сознание у нее были судороги она задела задела ну кого-то из этих и уголовное дело еще от кроме административного и же в катале административку там две какие-то статьи а сейчас уже и уголовку шьют то есть женщина то получается ну как бы экскремист экстремистка она покусилась на полицейского укусила его и еще и избила ногами кадры друзья мои перед нами как ее волокут кадры перед нами наши глаза нам вот уже прямо вы не верьте вы верьте только что сказала полиция ее вызывают 23 числа для как свидетель для дачи показаний но не знаю что я в катят но видите как полицейские стали то есть даже вот примеру вам дадут по морде дубиной и вы падая можете как бы случайно на другого полицейского упасть и заработаете в себе срок потому что или даже если он успеет отскочить вы можете ранить его душу потому что ваша как говорится разбитое лицо может так повлиять на его психическое состояние что он станет шизофреником тоже статья тоже вам срок то есть как себя вести надо просто как бы замри тебя стали стой и чтоб тебя грузили прямо вот как как это не вдумайте не вздумайте шевелиться знаете мы помним сейчас значит расследуется но идет суд над шаманом то что он тоже сопротивлялся когда там огромное количество в этих в забралах в рыцарских доспехах к нему ворвались ему приявляют то что на попе у одного из этих царапина что он как бы якобы каким-то холодным оружием сумел порвать ему штанишки и поцарапать ему попу ну видите хоть разумно потому что а другой он не мог поцарапать потому что они в шлемах потому что они в бронезащите он не мог до них дотянуться но каким-то образом сумел дотянуться до нежной попки этих вот граждан друзья мои то есть настолько прямо вот вопиют к небесам я бы сказал друзья мои яйте вот и это полгода суд тянется свидетели огромное количество шамана волохуют предъявляют вообще такой абсурд и а вспомните чего началось со стаканчиков которые нельзя в полицейских не дай бог вы что-то скажете оскорбите их нежные души их вот этих свинорылов нежные души представляете вот какой ужас друзья мои вот что это правовое государство что это где здесь справедливость ну вот настолько наглый и и вот эту женщину вот посмотрите эти кадры ужасающие как где ее волокут и но она а теперь шьют уголовку так что что делать когда вас останавливать полицейские чтобы не нарушить закон и просто не попасть в тюрьму если вы начнете паниковать там бежать и руками махать ай спасите но такое печенье что уже надо знаете когда видите какой-нибудь полицейского уже не только перейти на другую сторону а просто в противоположную сторону с дикими криками кричать а дунуть как мы насколько можно если вы даже больной человек там на костылях на коляске рвите когти просто сказать ратуйте граждане и как ветер куда-нибудь или видите прямо в кусты падаете ну наверное так друзья мои потому что эти люди превращаются в ну вот все равно что вы увидите к примеру дать как фильме ужасов идет какой-нибудь зомби или чудовище просто бежать бежать куда глаза глядит во всяком случае останетесь целы потому что если вас загребут то там с вами тоже могут сделать все что угодно потому что любое ваше сопротивление ваше слово это значит сопротивление законным требованиям властей дожили друзей мы дожили докатились до ручки теперь знаете вот как найти пастух вот есть стадо баранов и смотрит ага там кого мы сегодня продадим на это на мясо а вон того тот слишком бодливый или слишком борзый хватают и ведут его и баран не имеет права даже то есть баран хоть упираться будет курица будет бегать клеваться а вы должны спокойно и идти ищет петь песен песни путин всегда живой путин всегда со мной и днем и ночью светит нам его великолепная лысина то последнее не говорите иначе вам политическую статью это вообще без этого без срока давности на это даже если вы пенсионер вас пошлют как говорится гражданину хуснулину которому нужны рабы все друзья мои великолепный современный мир вот голубое небо жара и наслаждаемся безумием законов и безумием властей чтоб на их как говорится ну мы должны все время нахваливать их чтоб на их благословенные головы пролился великолепный дождь и серной кислоты нет лепестки роз лепестки роз которые заслуженно будут покрывать нежно их холодеющие тела что-то я все время проговаривать не не друзья мои путин всегда живой а после него давайте родственников его там полно замечательных великолепных лиц правда не страшноватые конечно но ничего мы привыкнем мы будем говорить на уродливые мы будем говорить красивое на на мерзавцев могут говорить герои вот эти герои из мфц полицейские им еще надо на отдать повышение награды пенсию персональную за укус этой женщины что и что их укусила потому что опасно опасно знаете как если зомби кусает человека человек превращается в зомби а если нормальный человек кусает мерзавца может быть мерзавец превратится в хорошего человека тоже метода ну не опробовано ничего не опробовано надо попробовать подловили но опасно опасно можно на такой работе можно не только зубы потерять но и свою жизнь поэтому не друзья я вас к этому не призываю я говорю да здравствует путин да здравствует путин да здравствует это мерзкая лысая обезьяна но это я не нюм это я так вот такой обезьяне который бегает здесь у нас в березовых лесах и очень воняет пока